В отличие от предыдущего случая, анализ аукциона первой цены представляет некоторую техническую сложность. Поэтому мы проведем его в самом простом случае, который только можно представить, а именно два покупателя. Ценности равномерно распределены на отрезке 0.1. Попробуем найти симметричное равновесие. То есть такой способ поведения B от V, такую функцию превращения ценностей в заявки, которая является оптимальным ответом на себя саму. И будем искать эту функцию в классе монотонных. Я бы мог доказать, что в равновесии такая функция обязана стартовать из нуля, то есть при нулевой ставке записывать конверт 0. Мог бы это строго доказать, но я лучше просто сразу это предположу. Это на самом деле совершенно очевидно любому содержательному экономисту. Когда я эти лекции читаю математиком, то я доказываю это строгим образом, а когда я начинаю читать экономисту, у них округляются глаза и говорят, зачем вы доказываете то, что и так ясно. Если у вас оценка 0, то вы пишете 0. Но это, так сказать, давайте в данном случае мы с вами действительно не будем заниматься доказательством этого факта. Сразу предположим, мы ищем равновесное поведение в аукционе первой цены среди возрастающих дифференцируемых функций, стартующих из нуля. Хорошо, теперь давайте выпишем функцию выигрыша у некоторого покупателя, первого или второго, ну для определенности первого, который получил сигнал В и размышляет над тем, чтобы записать ему в конверт. Чтобы ему такое записать в конверт. Ну смотрите, если он записывает в конверт число В, то его выигрыш в случае победы составит вот эту величину, В минус В. Это его истинная ценность, это владение предметом, истинная, значит, выигрыш от того, что он получит предмет, это то, что он заплатит. Значит, разницу он получит. Но это произойдет только если он выиграет. А выиграет он с некоторой вероятностью. И вероятность эта, она зависит от В. Ну понятно, зависит, да, потому что при маленьких значениях В он будет редко выигрывать этот аукцион. Чаще будет выигрывать второй. Он не знает, он знает свое В, но он не знает реализацию В2. Поэтому если написать мало в конверт, то Ре в редких случаях получится, что он выиграет. Он выиграет очень много, но редко. Наоборот, если записать значения близкие к В, то эта вероятность, она будет, соответственно, повышаться. У него она будет повышаться вплоть до значения П от В. Но при этом содержание скобки будет уменьшаться до нуля. Поэтому здесь вот такая у него, такая, значит, получается загогулина, стартующая из нуля и заканчивающаяся в нуле при В равно В. При В равно нулю это ноль, потому что он просто никогда не выиграет аукцион. При В равно В это ноль, потому что то, что стоит в скобке, дает ноль. Ну и где-то здесь есть вот этот вот максимум. Ну вот давайте попробуем найти этот максимум с помощью дифференцирования этого выражения. Чтобы его дифференцировать, мне нужно понять, что такое П от В. Что же такое П от В? Это вероятность выиграть со ставкой В, да? Но мы предположили, что наш оппонент использует вот эту искомую функцию, нам пока неизвестную. Но мы предположили, что мы ищем симметричное равновесие. То есть такой способ поведения, что в ответ на него оптимально будет он же сам. Хорошо, значит, вот этот вот поиск среди функций вот таких. И мы хотим узнать, какая вероятность события, вот такого вероятность, что Б от В2 окажется меньше или равно, чем написанное мною в конверте Б. Б и вот Б от В2. Ну, понятно, что это то же самое в силу предположения о монотонности стратегии ответа. Что В2 меньше или равно Б. Вот Б в минус первой от Б. Плохо звучит Б в минус первой от Б. Поэтому давайте я Б с чертой, назову Б с чертой ту ставочку, которую он размышляет сделать. То есть если он делает ставку Б с чертой, если он делает такую ставку, то вероятность того, что он победит, это вероятность события, что ставка второго меньше, чем Б с чертой. Но это то же самое, что оценка второго меньше, чем Б в минус первой от Б с чертой, где Б – искомая функция. А вот это уже понятно, что такое это в точности b в минус 1 от b с чертой. Потому что это равномерное распределение, это вероятность того, что некоторая наугад взятая точка из отрезка 0,1 окажется меньше, чем фиксированное значение. Понятно, что она равна в точности этому фиксированному значению. Поэтому мы можем переписать это в виде b минус b с чертой умножить на b в минус 1. От b с чертой. Итак, если я называю b с чертой и верю в то, что мой оппонент с неизвестным мне значением v2 использует стратегию поведения b, то я выигрываю вот с такой вероятностью вот такую величину. То есть я вот эту вот величину должен максимизировать по b с чертой. Я должен решить задачу argmax по b с чертой из отрезка 0,1. Скобка открывается v минус b с чертой, b в минус 1, вот b с чертой. Должен эту задачу решить, это параметрическая задача при различных v, это разные задачи. Должен решить при любом v, то есть для любого v из отрезка 0,1 надо найти вот этот argmax. Таким образом я сконструирую функцию. При любом v найду значение v с чертой. Вот это вот найденное v с чертой как функция от v окажется функцией, которая является оптимальным ответом на вот эту. После чего я напишу условия, что эта функция в точности совпадает с функцией b. Это мы сделаем в следующем сюжете. Итак, будем писать условия максимизации. Помня о том, что в принципе условия второго порядка можно не проверять. Все равно здесь есть максимум и в нем должна быть производная равна нулю. Поэтому мы можем просто взять и приравнять производную нулю. Давайте возьмем производную от этого выражения по v с волной. Итак, чтобы найти argmax, нужно продифференцировать вот это по v с волной. Поехали. Все, наверное, помнят, как дифференцируются обратные функции. Придется дифференцировать здесь. Получается, минус v в минус первый от v с волной. Плюс v минус v с волной умножить на производную обратной функции. То есть 1 разделить на v штрих от v в минус первый от v с волной. И вот это вот равно нулю. Давайте я перепишу, перекидаю. Вот это я направо скинул и умножу на вот это. Тогда я получу v минус v с волной останется слева. А справа v в минус первый от v с волной умножится на v штрих от v в минус первый от v с волной. И это есть условие на v с волной в зависимости от v, как функция от v. То есть при каждом v, v с волной должно быть выбрано так, чтобы максимизировать это выражение. То есть так, чтобы удовлетворять вот этому вот уравнению. А теперь внимание. Теперь самый главный момент, ключевой момент. Если v равновесие, симметричное равновесие в нашем аукционе, то есть равновесная стратегия поведения, стратегия ставок, то для любого v решением этого уравнения должно служить в точности v с волной, равное v от v. То есть вот у нас есть условие, по нему можно вывести v с волной как функцию от v. Но если мы ищем равновесие, предположим, что v действительно равновесная функция поведения, тогда ответная функция поведения тоже v, а значит v с волной при любом v должен быть вот таким. То есть вот такая вот функция. Мы должны теперь подставить сюда и вместо равенства написать равенство из трех черточек как функции. Получается следующее уравнение. Получим v минус v от v, это я заменил v с волной на v от v, тождественно по v равно v в минус 1 от v от v умножить на v штрих от v в минус 1 от v от v. Закрываю три скобки. Вот это и есть уравнение, полученное на функцию. Функция реакции, оптимальная функция должна удовлетворять вот этому уравнению. То есть оптимальная функция ставок в зависимости от v. Но здесь еще много сокращается, правда? Потому что обратная функция берется от прямой. Поэтому получается уравнение такое, уравнение на функцию получается дифференциальным. Оно выглядит так. v минус v от v равно, в любой точке равно v умножить на v штрих от v. Здесь все сокращается. Значит мы ищем функцию, которая удовлетворяет вот такому уравнению функцию, стартующую из нуля. Перепишем это здесь. Получим v, это вот перебросим направо. Должно быть тождественно равно v от v плюс v на v штрих от v. Замечательно. Я думаю, что прилежные слушатели уже угадали здесь полные производные от следующих двух функций. dpdv от v квадрат пополам тождественно равно dpdv от выражения v умножить на v от v просто. Но тогда, как все знают из уроков математического анализа, функция v квадрат пополам должна быть равна константе плюс v на v от v. В силу наложенного условия, что v стартует из нуля, на самом деле это можно доказать, константа должна быть равна нулю. Поэтому я ее убираю и пишу вот так. Это функциональное равенство, поэтому его можно сократить и получить. Ответ. Равновесное поведение в аукционе первой цены в случае равномерных, равномерно распределенных ценностей это v пополам. Назвать половину своей собственной ценности. Если картина стоит для вас 3000 рублей, говорите полторы. Если 100 рублей, говорите 50. И т.д. Вот. Это один из 100 знаменитых результатов, но все-таки Нобелевскую премию за него не дали. Что можно сказать в связи с этим результатом? Можно сказать следующее. Во-первых, если игроков много и все они априори обладают независимыми реализациями ценностей из одного и того же распределения, но не обязательно равномерного, то тоже можно выписать универсальную формулу, в которой будут интегралы. То есть задача, как говорят, решается в квадратурах. Задача аукцион первой цены с одинаковыми покупателями решается в квадратурах. Первое. Второе. Если аккуратно взять все требуемые интегралы и посчитать средний выигрыш человека, продающего картину Нерпа или любой другой объект, с использованием правила аукциона первой цены и правила аукциона второй цены, то результаты совпадут. Это не случайно. В 1981 году Роджер Майерсон доказал, что если аукцион обладает некоторыми тремя, то есть если аукцион устроен, правила проведения аукциона совершенно произвольны и только обладает некоторыми тремя необходимыми свойствами, такими как человек, у которого оценка ноль, ничего не платит, ну это понятно, собственно говоря, странно было бы с него что-то брать, хотя всякое бывает по жизни. Бывают аукционы с входной платы какой-то, которые уже не удовлетворяют этому условию. То есть первое, чтобы человек с нулевой оценкой, у которого реализовалась нулевая оценка, ничего не платит, его нельзя заставить что-то заплатить. Второе. Второе условие, что предмет всегда отходит тому, у кого максимальная оценка. То есть правила устроены таким образом, что в равновесии всегда реализуется то, что предмет уходит тому, у кого самая большая оценка. И третье условие состоит в том, что найдено именно симметричное равновесие в игре. Тогда, независимо от правил проведения аукционов, в этом симметричном равновесии средний выигрыш продавца будет такой же, как в аукционе первой и в аукционе второй цены. Это было названо Revenue Equivalence Theory, то есть теорема об эквивалентности дохода во всех аукционах при любых правилах, ну в некотором вот, при некоторых небольших ограничениях. Из-за этого тоже была дана Нобелевская премия. Это Нобелевская премия 2007 года. Вот, ну на самом деле, то, что сейчас было некоторое приглашение в теорию аукционов, там очень много интересного. Это совершенно отдельная область теории игр, которой я рекомендую заниматься. Это область, может быть, даже я бы сказал так, это наиболее практически значимая область теории игр.